Сегодня без дизельного двигателя внедорожник представить сложно. Вот и у Volvo XC90 нового поколения он появился. Проверим его в деле. Несмотря на внушительные размеры и вес флагмана, шведы не побоялись снабдить его турбодизелем с четырьмя цилиндрами нового семейства – Drive-E. Рабочий объём составляет скромные 2 литра. Несмотря на это, его отдача внушает уважение – 225 лошадиных сил. Динамика оправдывает ожидания. Автомобиль вихрем срывается с места и разменивает первую сотню уже через 7,8 секунды. Новый турбодизель работает тихо и абсолютно не досаждает вибрациями. Но чем по-настоящему силён XC90, так это экономичностью. На 100 верст пути он требует немногим более 8 литров топлива. Похвально. Скромный аппетит. Учитывая то, что в бак помещается 71 литр, легко подсчитать, что заправленный под пробку Volvo способен преодолеть почти тысячу километров. А это экономия и денег, и времени. Малым расходом машина обязана не только прогрессивному турбодизелю, но и восьмиступенчатой автоматической трансмиссии. Как обещают в компании, несмотря на малый размер нового двигателя, его ресурсные возможности такие же, как у других проверенных временем моделей. Салон во многом необычен. Да что там, интерьер запросто можно назвать прорывным. Такого прогрессивного подхода в оформлении от сдержанных скандинавов никак не ожидаешь. Если к цифровой панели приборов автомобилистов постепенно приучили, то центральная консоль, практически полностью занятая гигантским планшетом, кажется откровением. Еще одним неординарным решением стали небольшой вращающийся кубик стартера и барабанчик-переключатель режимов, сделанный из дорогого шведского хрусталя. Ездовые палатки XC90 типичны для Volvo. На первом месте тут комфорт и спокойствие. Машина едет спокойно, с достоинством, не провоцируя водителя на агрессивное вождение. Легкий руль, высокая плавность хода. Ее, кстати, обеспечивает впервые появившаяся пневматическая подвеска. Благодаря ей дорожный просвет можно увеличить до внушительных по меркам этого класса 267 мм. С приподнятым над землей кузовом Volvo обретает повышенную проходимость. Вот только вряд ли владелец машины ценой более 3 миллионов рублей будет ездить по серьезному бездорожью. Мне дизельный XC90 понравился больше бензинового. Потери в динамике минимальны, а выигрыш в экономичности солиден. Конечно, сегодня дизель вне конкуренции.